Как колледж, занятно выглядит сегодня. Кто-то в сранцах, кто-то в бородниках, по самые шорты. Ну что, едем в Костку на заправку. Да. Я думала, мы поедем в Ти Джи Мак, заедем, что-нибудь в Дети Макс. Ну, потом заедем, если время. Как я заеду. Всем привет, вы на канале Наша жизнь в Америке. New life is my life. Сегодня у нас влог «Ответы на вопросы». А конкретно ответим на вопрос Анны П. Здравствуйте, сколько Марина лет уже учится и сколько осталось в Америке? Учиться, как я понимаю. Держи. Давай. Я, наверное, Сережа расскажу полностью весь процесс, да? Давай ты. С сада, с школы, да? Ну, это будет правильно, потому что ее тоже нужно считывать во время обучения. Да. С 2016 года, в мае, в 2016 году, в марте или в апреле или март, ну, что-то около того, я пошла, записалась во взрослую школу для изучения английского языка. И там сразу не было места, и нас поставили в вейт-лист, но мы там простояли буквально, наверное, дня два. Можно. Очень быстро нам перезвонили, сказали, что есть место и приходите. Если интересно, то поступление в такую школу происходит, ты просто приходишь с каким-то документом, грубо говоря, с которым можно твое имя списать. Можно поступать и учиться, даже если ты не резидент, там или просто турист. Ты просто можешь, как турист, прийти, зарегистрироваться и учить язык. Никто против не будет. И там я проучилась вот этот вот конец семестра, в который я под самый конец пришла. Потом я училась осенью 2016 года и осенью 2016 года я попробовала поступить в колледж. С первого раза у меня ничего не получилось. Я просто хочу сказать, в общем, если у вас английский на уровне, что вы можете очень хорошо, ну, хорошо писать и читать и понимать, что происходит вокруг. Я больше даже считаю, что больше для поступления в колледж нужно чтение. Вот, то вы можете этот этап пропустить, то есть идти сразу в колледж. Но вот Маришка пошла в школу, потому что у нее не было нужного уровня языка. Ну, мне как бы осенью 2016 года так и сказали после экзамена в колледже, что вам неплохо бы где-нибудь поднабраться языка приходить. Это уже после того, как ты еще и поучилась в школе? Совсем чуть-чуть я поучилась в школе и пошла поступать. Сделала первую попытку? Да. Я вернулась обратно в школу и продолжала в ней учиться до весны 2017 года. Весной 2017 года, еще учась в школе, я уже пришла сюда поступать в колледж. И я сдала. Нужно пройти как бы, самое главное пройти экзамен по чтению. Он проходит в отдельной комнате, там много-много компьютеров, одновременно очень много людей сдают экзамен. Ты садишься и у тебя, я не буду утверждать сколько точно вопросов, но, наверное, часа полтора вы тогда меня ждали, да? Но долго. Там вопросы есть, допустим, три варианта предложения написано, выбери какое правильно написано, правильно ли там запятые расставлены, прочитай текст, ответь на вопросы по тексту. И вот уже весной 2017 года я смогу раздать этот тест. Запятые в английском ставятся не так, как вы уже сказали. Я сдала чтение и после чтения уже был назначен на другой день письменный экзамен. И сразу же после письменного экзамена, когда письменный экзамен занимает около часа, ты приходишь, тоже садишься, вам говорят тему на какую написать. Ну, сочинение получается. Ну, оно не лимитировано, не ставят рамки, что там страница, две, в общем, сделай как можно лучше свое. И у нас было сочинение «Кем я себя вижу в будущем», я его написала, тут же их забрали, нас распустили минут на 20, наверное, и через 20 минут нас стали… Как я понимаю, что даже если ты там совсем плохо его напишешь, тебя все равно куда-то уже определят изучать английский язык на какой-то уровень. Ну, или отправят? Ну, я не знаю, не уверена. Мне кажется, все равно буквально отправят. Если чтение сдал, думаешь, с языком, с письмом отправят? Да, мне почему-то кажется, что письменный экзамен – это уже так, формальность. Ну, я так думаю, я же не уверена. И следующее, что было, это устное собеседование с профессором, который определял уровень речи, на какой тебе идти. Вопросы задавали, ну, просто привет-привет, откуда ты… Привет-привет. Потому что погода такая… Такая дождливая погода у нас сегодня, кошмар. Привет-привет, как бы откуда приехал, а ты здесь одна или с семьей, а с семьей, а кто ты члены твоей семьи, расскажи мне немножко о своих детях, а какие мультики они любят, а какие программы ты смотришь по телевизору. Ну, в общем, просто вот, ну, ни о чем как бы беседа… Ну, я думаю, просто этот человек во время этой беседы оценивает твой уровень… Здесь никто никого никуда не отправил… Да… Только рекомендуют… Она мне порекомендовала… Ну, или могут не пустить… Я говорю, можно я лучше на beginning пойду? Она такая говорит, тебе там будет очень скучно, иди лучше на интермедию. Я как-то послушала ее, но потом я поняла, что мне лучше было пойти на beginning, потому что я бы себя чувствовала более комфортно. Потому что понятие об интермедии у всех очень большое, разное точнее. Она считает, что я на интермедии, и человек, который может провести 15-минутную презентацию без вздоха лишнего, для меня это тогда казалось… И поэтому я себя чувствовала первое время на речь некомфортно, потому что мне казалось, что… Помните, игра была, кто самое слабое звено? Мне, в общем, казалось, что сейчас меня попросят покинуть помещение. Ну, в общем, я его прошла, прошла на речь, все было хорошо. Поэтому, если вас не поджимает время, и вы не хотите стрессовать… Для личного комфорта, я считаю, лучше… …то лучше пойти на тот уровень, где вы будете себя чувствовать выше. Чтобы его пройти, закрепить, поднабраться слов, опять же… Ну, послушать, как профессора говорят, там… Но при этом… Научиться понимать, понять смысл вообще обучения в колледже, формирование, расписание… Потому что это все происходит немножко… Ну, Сережа, самое главное, расписание тебе консультант составит, если совсем уже проблема. Надо понять, как учиться. Так я же и говорю, все. Потому что, вот, как только ты понял, как учиться, да, то можно… Становится намного легче учиться. Да. То есть, вот, мы сейчас тихонько подходим к тому, ко времени обучения. Получается, если вам надо в школе учиться, то это может занять у вас где-то… Ну, год, скажем так. Весна, осень, летом – каникулы, или осень – весна, грубо говоря. Да. То есть, в зависимости от того, как вы попадете. Вот, если вам ваш уровень позволяет сразу поступать в колледж, то вы можете школу оставить, так сказать, этот год не тратить. Вот, пойти сразу в колледж. То есть, вот, один год туда-сюда. Потом, в колледже получается система обучения немножко не такая, как в Беларуси. У нас в Беларуси было сформировано четкое расписание. Мы посещали колледжи техникум, вернее, каждый день по три, по четыре пары в течение трех с половиной лет, там, чуть больше. Вот. И за это время мы проходили, ну, как бы вот этот вот заканчивали девятый, десятый, там, какой еще может класс у кого попадал туда и получали специальное образование. А здесь получается следующее, что вот, например, ну, так как мы приехали и здесь не учились, мы не имеем высшего школьного образования, это называется. General education. Да. И получается, для того, чтобы получить диплом в колледже, надо набрать вот эти классы. Но расписание, ты уже формируешь себе сам, и поэтому можешь набрать себе на каждый класс, вернее, на каждый день очень много классов и учиться каждый день. Правильно? Или что-то? Можешь, можешь. Я хотела сказать, что это очень классно, потому что вот я немножко, ну, не то, что боюсь, political science. Я, когда думаю о том, что мне придется дискутировать не только насчет гендерных ролей, но еще и про политику, меня бросает в пот, и я это отодвигаю вот на самый последний момент. То есть вы выбираете сами, какие классы поставить вперед обучение, какие в конец обучения, сколько классов брать в день, в неделю, в месяц, и уже от этого зависит, сколько вы будете учиться. То есть можно учебу растянуть на 10 лет, можно сжать ее, например, там, ну, до двух, наверное, лет. А можно еще скажу? Я люблю. Очень здесь легко и позитивно относятся к смене целей. Ну, вот у нас, типа, все начало учиться, и думаешь, ну, все, даже если ты разочаровался в своей профессии, ты уже, как бы, ее оканчиваешь и что-то не бросаешь. Не, ну, в принципе, ты можешь бросить техникум, но тебе придется опять идти в другой сначала, грубо говоря. А, а здесь все очень гибко, и я знаю человека, который у нас сейчас работает в колледже, который перед тем, как выбрать свою вот роль, ну, свою большую цель, он шесть раз меня направляет. От Чаунда Вырукнута до психолога сейчас он работает в колледже. Ну, он стал в колледже, в консультантском. Поэтому все зависит от ваших целей, от того, как вы сразу выберете и как интенсивно вы будете, так сказать, к этой цели идти. У нас, получается, в среднем мы ходим три раза, наверное, в неделю. Ну, я же ухожу практически на весь день. Да, но ты уходишь практически на весь день, но ты не пять раз в неделю учишься? Не пять. Ну, могла бы, например, да? Ну, Сереж, смотри, здесь же еще про юниты идет, я беру юниты как фултамсты, мне нужно 12 юнитов, правильно? Ну, мы, чтобы не запутать, просто я... Да, ну, хорошо, да. Это сложно будет. У меня, получается, три раза в неделю я учусь. Да, можно учиться пять раз в неделю. Можно учиться круглый год, зима, весна, лето, осень. Ну, короче, круглый год. А мы учимся только, грубо говоря... Осенний, подожди, мы учимся осенний и весенний. Вот, потому что хотим каникулы, потому что не хотим брать... Наши профессора брать вот эти короткие сессии, потому что они говорят, вы будете просто... Забудьте тогда о своей жизни. Будете жить, ночевать, только в библиотеке или в школе. Они очень тяжелые, эти сессии. Ну, и опять же, все зависит от цели, для чего вы идете учиться и на кого вы хотите выучиться. То есть Маришка могла начать работать, получив какие-то сертификаты, уже через полгода. И так каждые полгода оканчивает, она получает все больше сертификатов. Но мы хотим получить... Более высокий уровень. Ну, это дополнительный и больше сертификатов. То есть тогда был один, а сейчас уже три, например. Правильно? Вот, она все время дополняет, дополняет. И мы хотим получить полное образование, чтобы диплом получить. Вот, поэтому мы учимся уже, получается... Ну, вы считаете, я не знаю, тогда английский надо отбрасывать или... Ну, опять же, если вы учите английский, то есть первый семестр мы, получается, учили английский. Первый и второй меня полностью прошли. Во второй специально не брали? Нет. То есть вот, получается, если вам английский не нужен, вы можете сразу брать специфические классы. Год отбрасываем. У нас... А, ну еще смотри, я же брала фитнес, тоже его можно было совсем не брать. Да. Но у тебя тогда фуллтайм не получился, мы уже добрали его, как бы, чтобы добиться. Правильно? Ну и чтобы был какой-то предмет, который как расслаблял, потому что... И, опять же, тебе надо было набирать специальные, не специальные, а вот эти вот предметы общеобразовательные в этот диплом. Да. Короче, получился год языка, теперь у нас идет уже год специфических предметов. И через... Тогда мы диплом можем получить. Так как мы вот последний раз с консультантом разговаривали, то в следующем декабре я, возможно, уже могу быть с дипломом. Но, мне кажется, она не учла то, что мне нужно. Она точно это не учла. Я не видела в своем расписании, ну, в том, что она мне составляла. Я не видела как раз вот этот показание первой медицинской помощи, а он не обязательно нужен. У меня должен быть сертификат, что я прошла этот класс. Потому что я буду, ну, работать на такой работе. Вот. И, ну, опять же, это если мы будем придерживаться вот этого темпа. Совсем, ну, ну, много и хорошо учиться. То есть, получается, по факту можно колледж закончить либо, вернее, дип... Нет, не диплом. Диплом за год не получишь. Ну, конечно. Учиться вы будете ровно столько, сколько сами себе определите. Вам никто здесь определять не будет. То есть, если вы захотите получить первый сертификат и с ним выйти на работу, то его можно получить за полгода, максимум за год. Да. Если вы захотите получить полный диплом, то тогда вам надо будет потратить где-то два-три года. И плюс... И плюс... А если захотите переводиться в университет? Если я сейчас осенью, не осенью, в конце весны... Потому что вот я себе взяла вот такое вот время, Новый год, я не хочу про это думать. Я хочу думать, как подарочки открывать. Я... За весну мы посовершаемся и решим, если мы будем делать трансфер в университет, то тогда, я думаю, что мне еще порядка двух лет в колледже нужно будет и двух лет в университете. То есть, общие сложности, когда у тебя получится? Еще четыре года, да. Ну, это уже абсолютно другой уровень, это другая абсолютно... Замаски, скажем, на зарплату, это абсолютно... На другую работу, на другие зарплаты. То есть, получается, по факту надо учиться от полугода до... Где-то, может, если с университетом, если колледж, что от года до трех, так, наверное. А если с университетом, то тогда от года до пяти-шести лет. Ну, я хочу сказать, что это мы все рассказываем на своем опыте, и, может быть, кто-то что-то по-другому понимает, кто-то больше в этом разбирается, допустим, поэтому... Ну, тут-то, понимаете, где разбирается уже будет практически одно и то же. Факт, получается, все время упирается в знание английского языка и в то, насколько вы напряженно готовы учиться. То есть, если вы готовы, как мы сказали, брать... Вот у нас, Марина, фулл-тайм получается. Но, в принципе, я говорю, ты можешь еще в два раза увеличить темп. Я могу еще, ну, сколько я по физическим силам потяну, я бы могла... Вот смотри, у меня вторник, полностью свободный день. Я смотрю, допустим, во вторник есть child development 108, да, он мне нужен. Я бы могла во вторник на него ходить. Если бы можно было так и расписание подобрать, но вот, ну, все же еще от расписания зависит. Или смотри, мне, ну, по-любому я никуда не денусь, мне эту политику нужно брать. Ну, и политику надо брать, ты бы ее тоже могла сейчас брать. Я бы допустим в пятницу на нее после обеда ходила. Я бы могла с колледжа возвращаться не в 5.30, а могла бы еще оставаться на вечерний раз, который начинается в 6.20 и заканчивается в 9.20. У меня бы тогда уже было, ну, я бы еще быстрее к этому шла. Ну, просто тут еще такая система, когда идет кросс, нужно рассчитывать так, что у тебя, если кросс лекция 3.5 часа, да, то дома ты на нее должен отработать, умножая на 2. Значит, тебе домашки дадут на 7 часов. Просто нужно рассчитать, сможешь ли ты это делать. То есть, домашку по-любасу задают, домашку по-любасу надо делать. И это как одна фишка обучения в колледже. Если ты делаешь домашку и делаешь все в классе, это уже гарантия того, что ты должен пройти этот класс и сдать его на хорошо. Вот, второе, тут же опять же все будет упираться в ваш доход и в ваши возможности, так сказать, учиться и не работать. Потому что вот, ну, например, мы так не можем, нам надо обязательно согласовать учебу Марины и мою работу так, чтобы я успевал работать, потому что иначе... И еще у нас дети, их тоже хотелось бы видеть, не по папе. Да, так не то, что видеть, их надо тоже успевать как-то забирать. И тоже с ними их тоже в библиотеку сходить и какие-то еще что-то поделать дела и... Ну и вот смотрите, у меня, допустим... Дома с ними быть, если они еще не могут сами оставаться. Ну или, допустим, даже взять, да, вот этих 7 часов домашних работ, допустим, да, когда Саша стоит и спрашивает, а когда мы будем делать машинку и секс? Ты думаешь, ладно, меньше поспим и делаешь увлеченную машинку и секс. Вот, поэтому, если так брать средний темп, как мы сказали, то получается на колледж от года до трех с университетом от года до шести. Вот, но все будет зависеть от многих факторов, которые будут лично, так сказать, касаться ваших способностей и ваших возможностей. В плане и учиться, и совмещать учебу с работой, с семьей, с доходом. Все. Ну и я еще что хочу сказать. В колледже очень много ресурсов. Ресурсов каких? Тебе помогут в любой твоей сложной ситуации, в любой твоей счастливой ситуации за тебя порадовать. И я первый год как-то очень воспринимала вот этих консультантов как-то, ну так что я сама себе там типа расписание не составлю, да. Сейчас вот у меня на следующей неделе есть appointment, чтобы встретиться с консультантом. Я хочу просчитать с ней и еще раз конкретно, чтобы мы еще и включили вот этот крас по оказанию первой помощи, чтобы я точно знала, когда мне нужно оправиться на диплом. Потому что на диплом заранее нужно подать как бы, ну как документы для того, чтобы его получить. Вот. И я хочу, чтобы она мне, исходя из того, что я составила себе, ну так, мы составляли сами планы вот в этом красе по успеху, да. Исходя из этого плана, который, ну я так рисовала с большего, скажем, как я себе представляю, какие я красы хочу. Опять же, для трансфера в университет ты сам себе подбираешь красы, которые нужны. Я хочу, чтобы она мне, ну, помогла составить, чтобы она проверила, правильно ли я все красы выбрала, все ли они подходят для перевода в этот университет, в который я хочу. Чтобы видеть два плана, чтобы уметь у себя перед глазами и уже, чтобы мне было легче думать. Детский садик еще какой-то есть в холете? У нас есть детский садик. Сразу как мы пошли, не было. Он был до нас, потом его закрыли, а сейчас открыли. Поэтому, когда приходишь, ты можешь сдать ребенка. Ну, до школы там, дошкольную. Еще это так мило, они фотки оттуда маме присылают. Там типа, мы там что-то делаем. И это бесплатно, да? Сереж, я не буду говорить, что это бесплатно, потому что, скажем, вот прям близких знакомых кто-то, кто этим пользовался, у меня нет. И мы не узнавали. Скорее, мы не узнавали, у нас все большие. Но, я думаю, что если это и стоит, то это будет стоить какие-то очень маленькие деньги. Все измеримо. Да. Очень большое, большое сопровождение и поддержка одиноких родителей. Ну, в общем, это момент, вот рассказывать, что в колледже есть. Это просто отдельный, как бы, ролик нужно записывать. Потому что даже у нас есть, называется... Я заброй, как бы он называется, но факт, что в один... За несколько недель до этого дня по всему колледжу идет объявление, развешаны маленькие афишки в одном здании, в здании по связям... Каким? По связям с общественностью, что ли? Да. В подвальном помещении открывается на один день портал. Да, портал для девочек. Короче, там приходишь и выбираешь себе одежду. Ты просто имеешь студенческий и там одежда для взрослых, для детей, обувь. Это все было, это все помыто, отглажено. И я вам, наверное, смогу об этом больше рассказать после 12 декабря. Потому что в первых числах декабря я буду там волонтерить. Поэтому я потом расскажу об этом, как она происходит. Ну, я об этом вот узнала тогда, когда вот у нас на этом классе по успеху. Она нас пихает волонтерскую эту работу. Ну, короче, где мы только не были, что мы только не делали. Сейчас у нас будет еще и такой экспириенс. А еще скоро расскажем и покажем пакет про... Как помогают едой, мы уже рассказывали. Но мы еще хотим взять пакет оттуда и показать, что можно взять, чтобы покушать. И это можно брать каждый день. Четыре раза в день, наверное, работает и... Нет, четыре раза в неделю. Я же говорю, каждый день. То есть, ну, один день можно голодным остаться. Вот. Так что вот так вот и получается. На самом деле, со всем этим очень легко разобраться. Потому что есть очень много людей, которые хотят прям тебе помочь разобраться. Для меня, как для человека, который... Ну, вот мы жили в Беларуси, да. И вообще, когда... Ну, вот я говорю, я к дантисту прихожу. Я, Сережа, когда выхожу с машины и иду к дантисту. Я говорю, пошла купаться в любви. Блин, им всеобщим обожанием. Потому что они прям тебя, ну, все так любят. Они прям тебя так все обожают. Они помнят день рождения твоих детей, блин. Они спрашивают, как у тебя там вакейшн был. Как ты вообще? Что у тебя нового? А если вдруг что-то ты там лицом немножко сделал, что вроде ты как впечатлился, они все начинают бегать и интересоваться твоим самочувствием. Вот примерно точно так же. Вот если ты будешь стоять в середине кампуса с лицом, типа, что-то я стою, задумалась, да. Но я вам гарантирую, что пять-шесть человек у тебя спросят, куда тебя направить, куда тебе сходить и чем тебе вообще тут помочь. И это и студенты спросят, не только вот до работы. И вообще очень прикольно и интересно учиться. Вот заходишь, колледж это такое огромное, это не здание, а это огромная территория, где много зданий, и ты вот так ходишь, и там студенты, и кафешки, и всякая фигня. И такое сразу все вот такое, настроение такое интересное получается. Белочки, коты, а теперь еще и каюты. И каюты. В общем, зоопарк полный. В общем, это классно. Кстати, за котами очень хорошо следят. Котов кормят так, что я не думаю, ну прям... Нобы. Они поэтому зайки все время являются такие никакие, потому что им даже нет никакого стимула двигаться. Им принесли, им сейчас такие красивые... У них стимул двигаться, чтобы не ожирить. Им сейчас такие красивые еще поставили, знаете, как переноски, которые перевозят вот в аэропорт или еще куда-то, да? Им такие домики красивые, пластиковые поставили, чтобы они в этих домиках жили. Так они вообще на полном содержании. В общем, мы как-то вообще ушли от темы, сколько учить. Так мы уже рассказали все. Поэтому задавайте вопросы, будем стараться их вам вот так вот порционно освещать. А цену мы сказали, да? Или мы раньше говорили? Мы говорили раньше и можем еще раз переговорить это. Да. Если вы резидент штата, то получается, что вы будете платить 46 долларов за юнит. Крас может быть один юнит, крас может быть два юнита, крас может быть три. Английский, как второй язык, все красы идут по четыре юнита. Это значит, вот за один английский нужно заплатить... Сколько ты сказал, тридцать? 46. 46. 46 долларов один юнит. 4 на 46. Да. Если International Student, то это 282 доллара за юнит. Колледж помогает найти жилье International Student, борется за то, чтобы местные могли ночевать в машинах, у кого нет жилья. Но это мы все рассказывали, уже повторяемся в более ранних влогах. В общем, если кого-то какие-то вопросы конкретные интересуются, интересуются и интересуют, вы должны срочно подписаться на наш канал, поставить колокольчик, чтобы не пропустить ответ на свой вопрос и задать вопрос. И мы ответим. А вы были на канале Наша жизнь в Америке. Не life, it's my life. И увидимся в интернете. Пока-пока. Короче, я сегодня пошла в этот туалет, который находится в артстане, где всякие эти мастерские, где лепка занимается. Я уже потом подумала, что я случайно в мужской зашел. Во-первых, что удивительно, там были все кабинки заняты, но я стою такая в зеркало смотрю, выходит мужчина. Ты знаешь, котик, если б я была помладше, да, может быть даже у него еще и лицо такое было, как злое, да. Он вышел из кабинки такой, смотрит, ну, получается, я на него в зеркало смотрю, видимо, офигевшая, да. Он на меня такой в зеркало посмотрел, что-то сказал, да, я вообще не поняла, что он сказал. И вышел с туалета очень сильно ляпнув дверью, ну, дверью. Я еще такая подумала, думаю, блин, зачем я переклинил, может я в мужской зашел? И он тут выражает, ну, типа, я за сумочку, ты стыд слышала, написано женский полет. Ну, непонятненько. Так что это было? Не знаю. Может он себя идентифицирует, идентифицирует как-то. Может он сам перепутался, блин? Ну, я не знаю, но он выразил свое, типа, недовольство, что я в туалете. Я тебе говорю, я в какой-то момент подумала, блин, может я торопилась и в мужской зашел? Потом уже не до такой степени я притомилась, чтобы, блин, попутался.